Утро доброе! Веси утро Карачаева, Черкесия с вами. Сегодня облачно, а будет ли дождь, узнаем чуть позже. Ну а сейчас время новостей. Скраб, букинг, шитьё и другие виды декоративно-прикладного искусства в самобытном исполнении Анастасии Богдановой, жительница станицы Зеленчукской, убеждена, что творчество украшает жизнь и делает её прекрасной. Подробности у Али Баташева. Множество красиво расположенных деталей великолепно дополняют друг друга и образуют будущий шедевр скраб-букинга. Любимой техники Анастасии Богдановой из станицы Зеленчукской. Здесь и вязание, и макраме, и вышивание, и шитьё обязательно. То есть включает очень много других видов творчества. Аккуратно вырезать из бумаги детали для будущего шедевра, а затем постепенно создавать его и доводить до совершенства. На первый взгляд всё очень просто, но на изготовление одной открытки может уйти несколько дней. А чтобы достойно украсить альбом, требуются недели и месяцы, считает Анастасия Богданова. Перед началом любой работы составляется план, смета, то, что будем делать, и называется это скетчи. То есть зарисовывается приблизительно, что где будет расположено, где будет находиться, пусть это будет альбом. И потом уже, потому что это творчество, это вдохновение, сегодня я решила одно, завтра может что-то поменяться. И уже согласно этих скетчей продолжается работа. Ну где-то что-то может впоследствии можно изменить. Техника скраббукинга широко применяется в свадебных альбомах, фотоальбомах новорождённых, а также при оформлении личных дневников и ежедневников. Наиболее распространённые стили – это шебешик, потёртый шик, когда элементы декора искусственно состаривают, винтаж, где используют фотографии и картинки, и микс-медиа, смешение стилей. Когда я только начинала, больше всего меня привлекали работы в стиле шебешик. Но как бы парадоксально это ни было, у меня пока на данный момент ещё нет ни одной работы в этом стиле. Это очень такой нежный, винтажный, в постельных тонах, обязательно с кружевом. Но вот почему-то я ещё пока не сделала. Один у меня альбом в процессе, пока в этом стиле, но ещё пока его не закончила. Очень много разных направлений, нужно именно пробовать всё, чтобы понять, что больше подходит. Анастасия Богданова занимается скраббукингом в течение двух лет. Дочка Диана первой видит мамины работы и часто восхищается ими. Научить ребёнка радоваться тому, что сделано с любовью, передать ему свои знания и умения. Это счастье, признаётся мама. Лишний повод собраться и творить вместе, чтобы в мире стало больше красоты и хорошего настроения. Али Баташев, Ольга Савенко, Расул Бердиев. Вести Крачево-Черкесия. Зеленчукский район. Через несколько минут в эфир выйдет информационный выпуск на абазинском языке. И я с вами прощаюсь. Хорошего дня. В заключении расскажу, какой будет погода. В Карачаево-Черкесии местами кратковременной дождь, гроза в отдельных районах, сильный ветер западный 5-10 метров в секунду. Днём порывы 11-14 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 14, плюс 19, в горах плюс 7, плюс 12. Днём плюс 26, плюс 31. И местами плюс 17, плюс 22 градуса. В Черкесске ночью без существенных осадков. Днём кратковременная дождь, гроза. Ветер западный 5-10 метров в секунду. Днём порывы 11-14 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 16, плюс 18. Днём плюс 29, плюс 31 градусов. Редактор субтитров А.Семкин